Дела большие и малые. Каждая проблема жителей Хостинского района на контроле местной администрации. Одна из них – это недостаточное количество детских и спортивных площадок. И проблема эта решается. Вот, например, абсолютно новая площадка в селе Барановка. Ее установили благодаря помощи сочинских единороссов. А вот эта площадка в районе Малого Охуна ждет своей очереди. Совсем скоро ее начнут ремонтировать. Большому микрорайону такое место отдыха для детей просто необходимо, говорят общественники. Выигранное нами за первое место по Хостинскому району, второе по городу ТОС, в качестве премии мы от краевого получили 300 тысяч. Эти средства мы хотим уложить тоже в спортивную детскую площадку на микрорайоне. Еще одну спортивную площадку отремонтировали на улице Звездная. Здесь установили новые ограждения, поменяли спортинвентарь, футбольные ворота и баскетбольные щиты. Ну а саму улицу Звездная просто не узнать. По поручению главы города Анатолия Пахомова в этом году акцент в дорожном ремонте сделан именно на периферийные трассы. Машины здесь теперь передвигаются по свежему гладкому полотну. Два километра абсолютно новой дороги. Ничем не хуже, чем в центре курорта. Уже 8 лет живем. Дорога была вообще ужасная. Сейчас, конечно, кайф. Ездишь и балдеешь. Очень хорошо сделали. Мы об этом давно мечтали. Впрочем, отремонтировали не только саму дорогу, но и попутно вот эту разбитую площадку возле дома. Кстати, сам дом тоже ждет косметический ремонт. По просьбе жителей планируется освежить фасад и кровлю. Работы уже начались. И наведение порядка по обрезке, по сухостоям и так далее. Подобные мероприятия здесь ведутся уже на протяжении месяца. В ближайшее время начнутся работы по примыкающей улице Гвоздик, тоже выполнение работ в течение этого месяца. Вот такие вот масштабные работы на совхозе Приморском выполняются в настоящее время, которых не выполнялось уже очень давно. Ну а ремонт дорог в Хостинском районе – это вообще отдельная тема. В списке десятки улиц. Вот, например, дорога на Большой Ахун. Солидный участок уже отремонтирован. В своей очереди ждет вот эта площадка – конечная остановка общественного транспорта. Ямы и ухабы останутся в прошлом. А это Новороссийское шоссе. Таким его местные жители уж точно не помнят. Шоссе может стать еще одной объездной по дороге в Атлер. 4200 метров погонных Новороссийского шоссе уже выполнено. На следующий год планируется выполнение работ по устройству наружного освещения данной улицы. Это достаточно дорогостоящие мероприятия. Требует технологического подключения к электрическим сетям, проектирования и так далее. Это будет в плане следующего года. Ну а ближайшие планы – завершить порядка сотни из 275 запланированных по Хосте наказов от местных жителей. И судя по темпам, они будут обязательно выполнены качественно и в срок.